Выставка «Русский антиминц». Гравюра на ткани 17-19 веков открылась в Центральном музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Экспозиция посвящена печатным антиминцам, история которых связана с реформами патриарха Никона. Сюжет Галины Ледвиной. Антиминц — это освященный архиереем четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитой частицей святых мощей, на котором совершается литургия. На антиминцах изображается положение воогропа Иисуса Христа после снятия с креста, орудия его казни и четыре евангелиста. Он символизирует гроб Иисуса Христа или погребальные пелены, которыми было обвито его тело. В переводе с греческого антиминц означает «вместо престола». На выставке представлены все варианты одной из главных святынь православного храма, без которой нельзя совершать литургию. Впервые в Москве представлены все типы, все варианты антиминцев, которые находились на протяжении печатных антиминцев, которые исполнялись в технике гравюры на дереве, на олове, на меде, и которые существовали со второй половины XVII столетия до середины XIX века, когда на смену гравюры пришли новые способы создания церковных предметов, церковной печати. На Руси антиминцы известны с XII века. На протяжении нескольких столетий их изготавливали рукописным способом. В экспозиции представлены иконы с изображением иконографий, которые использовались в антиминцах. Это положение вагруппы Иисуса Христа и оплакивание Христа. Можно увидеть несколько ранних образцов с изображением креста. Это рукописные антиминцы, которые создавались для храмов до эпохи патриарха Никона. Это небольшие платы, как правило, на ледяной ткани, на которых в центре изображался Голгофский крест или Голгофа, а вокруг писался соответствующий текст, который сообщал о том, для какого храма и для чего, куда полагается этот антиминц, когда он освящен и кем освящен, и при каком государе и патриархе. История печатных антиминцев связана с реформами патриарха Никона. В 1655 году, сразу после Московского собора, последовал указ патриарха о подготовке первого гравированного антиминца. В качестве изображения для него была выбрана композиция «Оплакивание Христа», известная в антиминцах православного Востока. На выставке представлен отпечаток из первого тиража. Он интересен еще и тем, что он подписан и положен в храм святителя Филиппа, митрополита Московского и всей Руси. Дело в том, что патриарх Никон привез в Москву мощи из Соловецкого монастыря святителя Филиппа Колычева. И эти мощи встречали торжественно, с праздником. До сих пор в Москве есть часовня, в которой установлен крест, который был поставлен на месте, где встречали мощи святителя Филиппа. Этот крест сохранился. Но вот сохранился антиминц из первого храма, который был посвящен святителю Филиппу. Посетители выставки увидят практически все иконографические варианты гравированных антиминцев со времени их появления в России в 1655 году и до середины XIX века, когда на смену гравюре пришла новая техника печати, в частности гальванопластика. Среди экспонируемых произведений представлены не только редкие памятники иконописи, но также гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов. В дни работы выставки в рамках культурно-просветительской программы пройдут лекции, концерты, мастер-классы и онлайн-экскурсии. Выставка будет доступна для зрителей до 24 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok